Производство, которое движется в ногу со временем. Строительное предприятие «Союз» – первый пункт визита в Барнаул сенатора Александра Карелина. Современное изготовление железобетонных конструкций – лишь одна из тем. Другая, не менее важная – социальная поддержка работников. Лучшим здесь предоставляют квартиры и создают условия для баланса между работой и отдыхом. Вот такой спортзал. С утра до вечера за день. Спортзал активно использует молодежь, особенно сейчас. На производстве трудится несколько десятков бойцов строительных отрядов Барнаула, Кемерово и Перми. Что такое мотивация? Стремление. Молодец. Очень хороший пример. Я считаю, что это желание все-таки. Почему? Надо захотеть. Студенты спрашивали политика о спортивных стремлениях, о жизни и, конечно, работе. Нашу молодежь интересует, каким образом будет развиваться наш город. И вот уже здесь соединение как раз на производстве с Владимиром Николаевичем Отмашкиным показывает о том, что мы заботимся о том, что были рабочие места. Гендиректор предприятия Владимир Отмашкин рассказал о нехватке квалифицированных кадров и что обучать специалистов необходимо под нужды экономики. А сенатор сделал акцент на взаимном интересе сотрудников, работодателя и власти. Владимир Николаевич, конечно, у вас здесь, на вашем предприятии легче разговаривать с молодежью, потому что он является заинтересованным, учитывая, что не только носит хорошо оформленную прическу, но при этом еще под ней размещается огромный жизненный опыт, настойчивость, характерные особенности строительные. Он заинтересован в каждом из вас. А учитывая, что я заинтересован, чтобы в стране было как можно больше таких отмашкиных, ясно, что здесь интерес наш совпадает. После производства сенатор отправился на грибной канал, где дал старт первенству Сибири по гребле на байдарках и каноэ. Омские спортсмены признались, что подсматривают нашу технику. Для начала надо баланс найти, лодки сидеть, научиться крепко. Дальше, ну техника, думаю, за счет техники можно выигрывать все. В Алтайского края более подняты руки, на самом деле они как-то реже делают грибок, прокатываются больше. Ну, мы к этому стремимся только. А затем Александра Карелина ждали непрофессиональные спортсмены. Участники проекта «Дворовый инструктор». Самая длинная тренировка у вас? Сколько часов длилась? Самая длинная тренировка? Ну, больше трех часов я никогда не тренировался. Дворовые занятия столько не длятся, хотя и они выматывают, признаются мальчишки. Футбол, баскетбол, бокс – все в формате двора. Для чего мы это делаем? Для того, чтобы все были спортивны, для того, чтобы здесь, в Азиатской части России, в Алтайском крае, в краевом центре, у ребят были все возможности, и не было возможности быть сильнее, и не было возможности поддаваться неверию и унынию. 7, 8, 9, 10 процентов, вот именно, скажем так, с дворового вот этого вот спорта к нам и зашли в секцию, соответственно. Вот, и поверьте, кто-то из них очень даже хорошо подтянулся и прямо, скажем так, подает надежду. Встречи со спортсменами такого масштаба очень важны для детей, подчеркнул глава Барнаула Вячеслав Франк. Больше воспитательным процессом. Видите, гордиться теми людьми, которые с нами, которые приехали. Дети наши могли бы подражать тем примерам, которые сегодня есть, и этот человек с нами. Доступное всем занятие проходит на 27 площадках Барнаула. В прошлом году в проекте участвовало почти 2000 детей, и каждое лето мальчишек все больше. По словам Александра Карелина, Барнаул – город спортивный, ему хорошо знаком, и не только в его родном, борцовском виде спорта. Анастасия Драган, Дмитрий Денисов, День с толком.